Всем привет, меня зовут Зима и сегодня мы продолжим играть в игрушку под названием The Escapist Но сегодня наша задача будет заключаться в том, чтобы сломать еще один блок в стене и также закрыть его постером Да, для этого нам потребуется сегодня найти журнал и клей Помимо этого, как вы наверное уже знаете, для того, чтобы нам забраться на крышу, нам потребуется скратить оранжевый ключик То есть этот оранжевый ключик хранится у какого-то из офицеров Чтобы мы это узнали, мы должны этого офицера оглушить и посмотреть, что там у него хранится То есть для этого мне потребуется либо набрать какую-нибудь команду, либо же скрафтить кружку горячего шоколада Если мне в общем повезет сегодня и я найду какие-нибудь предметы, которые мне для этого понравятся То есть кружку, шоколадку и две зажигалки Тальк вроде бы у меня уже есть Одна зажигалка у нас пойдет на то, чтобы скрафтить себе кружку горячего шоколада А вторая зажигалка уйдет на крафт жидкого пластика В общем сразу после своей работы я пойду и буду обыскивать камеры заключенных И возможно, возможно, мне повезет, я же не найду Хотя здесь кейпс любит меня поставлять И господи, эти предметы я могу просто искать парочку дней Свою роботу мы выполнили, у нас 44 бакса Давайте пойдем в свою камеру, заберем зумные пасты И начнем просто с самой, господи, верхней камеры Нас спалили, то есть сейчас у меня есть прямо пару секунд до того, как сюда офицеры придут Ну да ладно, я нашел прямо сразу три офигенных предмета Это зажигалка, файл и бочки пинариума Отлично Можно еще дентварь обыскать Так, аптечка, 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 гребень Все предметы забираем Твою мать, надо было еще зубной паст забрать У меня она кончилась уже Да, вот так вот, отлично Что ж, вот он офицер с проверкой идет А пока что мы бочку пинариума, зажигалку, аптечку оставляем здесь Я вот не знаю, оставляет ли файл себя в столике Потому что сегодня у нас будет вроде бы проверка Надеюсь, она прошла Давайте, слушайте, рисковать я не буду Просто этот файл оставляю вот здесь вот Отлично Все, два клея есть Господи, сейчас бы, ребят, найти чернила И я бы смог скрафтить ложный блок стены Так, ладно, сейчас попытаемся найти эти чернила Но, возможно, мне не повезет Итак, мне осталось обыскать всего лишь две камеры Единственное полезное, что я нашел Но кроме файла, это журнал у Ромы Так, аниман, последний чувак И у него гребаные чернила, да ладно? Давайте прямо сейчас скрафтим два папья-маше Чернила Все это вместе соединяем И у нас получается ложный блок стены У этой вилки еще осталось целых 70% прочности Так что давайте, блин Надо бы отобрать какую-нибудь зубную пасту Пока эта камера выключена Обещу сейчас Ваню и Семченко Заберу у них тюбики зубной пасты Отлично, думаю, этого будет пока что достаточно Выключаем опять камеру И у нас, ребят, полуденная перекличка Окей Чуть-чуть подожду Пока эта полуденная перекличка кончится Постаю на ней, подружусь опять с кем-нибудь Я, по-моему, там дружу с Ромой И еще с кем-то Сейчас мы вообще посмотрим Так, с Ваней я почти вообще не дружу 69, уважение А, с аниманом тоже Руслан А где Рома? Вот, вот он, Рома Он у нас продает Клей, часы, фольгу Ладно, Ром, держите, я просто за то Что-то, знаете, я обыскал все камеры Но за точку я не воровал Наверное, зря Окей, самое нужное мы узнали Сегодня нас не проверяют После полуденной переклички У нас есть пару часов свободного времени И мы, в принципе, сейчас попытаемся сломать эту стену Опять достаем тюбик зубной пасты Опять выключаем эту камеру Берем вилочку И, в принципе, давайте, ребят Доломаем стену Здесь у нас, оказывается, офицеры ходят, да? Так что, блин Сразу ломаем стены И прям сразу же ставим этот блок Так, остается сделать Три удара Окей, окей У нас сломалась вилка Это капец, как не вовремя У этой вилки было, по-моему, целых 70% прочности Ладно, заберем одну вилочку Больше мне, в принципе, не понадобится Там вроде бы остается сделать Всего лишь один удар-то Не буду выключать камеру Надеюсь, за это меня не спалят Типа, если камера просто видит дырку в стене Я думаю, ничего страшного не будет Слушайте, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Она вообще, по-моему, не палит меня Что-то я рисковать не хочу Окей Ставим плакат И, ребят, последний блок То есть последний удар И сразу же ставим Ложный блок стены Всё, ложная стена у нас есть И теперь мы, в принципе, можем в любой момент выйти из нашей камеры. Да, и нам, в принципе, ничего не помешает. Что ж, ребят, я там, по-моему, ни у кого гребень не воровал. И ещё я не проверил одному человеку. Это мой сокамерник, Руслан. Конечно же, у него ничего важного нету. Кроме безумной пасты и гребня. Окей. Слушайте, ребят, давайте ещё раз-ка сбегаем до генератора. Посмотрим, как нам до него добраться. Сейчас у нас, правда, будет уже тренировка, по-моему. Нет, сначала уже... Окей, после ужина у нас будет тренировка. И как раз мы, вроде бы, пройдём нему этого генератора. Дентвори продаёт у нас клей, зажигалку. Вот из всех этих предметов мне, по-моему, нужна зажигалка. Одна зажигалка у меня есть. Ладно, покупай за 25 баксов зажигалку. Это, по-моему, сильно жирная. Обойдусь. Если что, в принципе, одна зажигалка, как я сказал, уже у меня есть. И этого мне будет достаточно только для крафта горячего шоколада. В общем, у нас есть дерево и провод у Ромы. Эти предметы мы покупаем. И практически крафтим себе крюк для навесной переправы. Ладно, что ж, этот предмет нам понадобится для побега. Но пока что, я думаю, бежим с ужина. И древесину оставим у себя в тайничке. Сразу же, раз у меня подозреваемость просто огромная, смою стеновой блок. Ладно, сейчас у нас будет время упражнений. Сейчас меня, в общем, ребята и забьют. Так, Руслан хочет снотворное. И... Ммм, достать ли хлорку учит бан это? Еще один журнал. Ладно, журнал я заберу. Я думаю, хлорка нам нафиг не нужна. А окей, где у нас тренировка? Мы как раз пришли вовремя. Ладно, ребят, будем, в принципе, качаться. Чтобы, если что, нас не убили просто тупо с первого удара. Да, у нас был бы хотя бы шанс убежать. Так, слушайте, ребят, у нас, по-моему, уже 30 силы. То есть, 15 хп. И уже неплохо. Надеюсь, офицеры меня снова в дарте не забьют. В общем, ребят, чтобы мне зайти... Ммм, пройти, то есть, к генератору. Мне потребуется либо оранжевый ключик, который и так нам придется достать. Либо сломать одну из стен. Блин, я думаю, мы все равно будем доставать оранжевый ключик. И ломать стену мне не придется. Да, я просто этим ключиком открою. И что-то я, по-моему, немного заговорился. И уже до окончания душа остается всего лишь 10 секунд. Окей, нет, слава богу, мы успели. Возьмем у анимана офигенное задание, отличие его на утренней перекличке. И еще одно задание в Дон Творе. Отличие его в душе? Да ладно! Да ладно! И, наверное, остаток дня я проведу в библиотеке. Потому что для создания этого ключика мне потребуется 80 интеллекта. А мне сейчас пока что, ну, практически 60. И, грубо говоря, мне надо прокачать еще целых 20 единичек опыта. Думаю, за час я уже не успею никуда сбегать. То есть, не успею сбегать в душу, сбросить там усталость свою. А, наверное, сейчас, ребят, я просто пойду к себе в камеру, возьму там зубную пасту. И буду опять смотреть столики заключенных и воровать уже оттуда гребни. Да, потому что надо все-таки с кем-то подружиться. Так, в общем, берем опять зубную пасту. И, вроде бы, ребят, гребни я практически ни у кого не воровал. Вот серьезно. Сейчас проверим Рому. Твою мать, да ладно. Нас спалили, у нас остается только 30 секунд до вечерней переклички. Ладно, ладно, ладно. Как вы знаете, двери эти закрываются в 22 часа. И мы должны быстрее просто бежать. Есть еще 10 секунд. А как думаете, успею что-нибудь еще проверить? Так, анимана, 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 я не смотрел. Угу. Один гребень, диземная паста. Так, еще один гребень. Отлично, есть уже практически 4 гребня. И все. 5 гребней. Отлично. Сейчас все заточим. Усталости, вроде бы, у нас хватает. Да, отлично. Семчинка у нас продает только зажигалки и аптечки. Ваня у нас продает чернила и форма храника. Нет, эти предметы мне не нужны. Сейчас, наверное, 3 гребня подарю Роме. Так, вот с Ромой уже неплохо так дружим, да? На 94%. И 2 гребня подарю Ване. Отлично. В общем, завтра мы уже продолжим дружить с Ваней. И банды из двух человек мне, наверное, будет достаточно. А если нет, то просто еще какой-нибудь возьму. Я, правда, просмотрел, кого они сегодня будут проверять. Но запрещенных предметов у меня вроде бы и нет. Ммм, да. Надеюсь, то, что меня сегодня не проверяют и... Так, тебе к зоне пасты у меня есть, да? Окей, слушайте. Жду, пока все ребята заснут. Достаю один провод. Выключаю камеру. И, в принципе, ребят, я хочу скрадить себе... Мне показалось или... Меня Руслан спалил? Он что-то там сказал, я не успел прочитать. Кратим себе крюк для навесной переправы. Оставляем его здесь. Закрываем за собой. Твою мать. Вы серьезно? Так, ложимся быстро спать. Надеюсь, все будет хорошо. И сейчас офицеры не придут и не застукают меня. Ребят, надо нам дружить с Русланом. По-моему, как вы говорите, если я буду с ним хорошо дружить, то он мне и не будет палить. Так, в общем, Руслан, на, держите бочку пинариума. На, держите еду. И ты меня уже уважаешь на 70%. Это маловато, да? На тебе, в общем, еще медовый пончик. Он, по-моему, приносит 6 уважения. Или не 6, точно не помню. Так, 73 уважения. На, 3 уважения всего лишь что? Окей. Ладно, сваливаем с внутренней переклички. Да твою же мать, что я так палюсь-то постоянно? Сегодня проверяют у нас. Давайте быстрее говорите. Я хочу достать оттуда чебик зубной пасты. Диманчик и анимано, но, как я уже сказал, запрещенных предмет-то у меня нету. Господи. Что же у меня палить-то, а, ребят? Нам придется умереть. К сожалению. Выжимать. Какие уроды эти офицеры? Просто ненавижу их. Господи. Да ладно. У нас уже 3 баксов осталось. Почему, когда я выхожу на улицу, меня сразу убивают снайперы? Вот этого прикола я не понимаю. Окей. Окей. Не знаю, сколько денег мы потеряли, но, по-моему, слава богу, мало. Мда. Теперь мне не надо будет больше уходить на улицу. До окончания завтрака, получается. Окей. Я думал, все будет хорошо, но нет. Нифига. Да, по-моему, у читбанта я уже видел такие неплохие предметы. Так что сразу после окончания своей работы я вернусь в эти камеры и буду их проверять просто. Ну что, ребят, для побега мне все-таки придется найти эту гребаную кружку и, надеюсь, мне все не повезет и я все-таки попытаюсь ее найти. А если мне все-таки не повезет и этой кружки все-таки не будет, то, блин, наверное, придется действовать с помощью своей банды. Есть у меня уже банды из трех человек. Я думаю, этого, в принципе, будет достаточно, чтобы избить одного офицера. В принципе, если другие офицеры не увидят то, что мы этого чувака избили, то все будет хорошо. А если он увидит и вступится за него, то это будет, ребят, просто ужасно. Нашли мы одну клейкую ленту и древесину. Журналов и так у меня, по-моему, уже много, поэтому не буду его брать. Еще нашли один файл. Там, по-моему, у нас уже легкие кусачки есть. Сейчас посмотрим. Так, камера меня не палит, как я понял уже. Так, ребят, у нас пока что еще крепкие кусачки, так что давайте эти кусачки я улучшу. А дерево пока что оставлю здесь, потому что у нас есть задание дать деревянную скобу аниману. Да, сейчас найдем тогда еще одно дерево и выполним это задание. Ладно, эти камеры я проверил. Блин. Приступаем, в принципе, за следующие. У нас на очереди Ивангай и здесь, блин, ЦРУ темничком он не спалил. Будем сразу же забирать гребни. Все гребни я хочу утащить и спрятать себе в камеру. Потом, в общем, на перекличке я их заточу и отдам. Нет, слушайте, я их прямо сейчас заточу, а отдам их потом. Так, дальше у нас на очереди Рома и Анимен. И меня камера немного спалила, и то есть сейчас сюда придет офицер. Окей, пока что убегаем оттуда. И, да ладно, читбан-то еще один файл. По-моему, очень много файлов уже за сегодня. Прям дофига. Окей, слушайте, ребят, по-моему, для побега нам погребуются крепкие кусачки. Так что мы эти кусачки должны улучшить. На, для этого мне потребуется найти только гребный скотч. Пока денег у меня мало, задания, задания. Так, у нас есть задания отличить банта в душе, но до душа у нас еще далеко, так что нет. И других заданий у меня пока что нет. Поэтому, ребят, мне остается просто ждать полученные переклички, ждать, пока сюда придут все ребята. И, во-первых, я подарю гребни, да, Роме с Ивангаем. И попытаюсь взять какие-нибудь задания, людненькие. Вот, отличь Рому на ужине. Легко задание. И в Дентуаре еще есть задание, да? Нет, избить Бивиса, который у нас офицер. Этого сделать я не могу. И еще одно задание у Анимана, но он там валяется пока что. Так, с Ромой мы уже просто офигенно дружим. И все остальные три гребни я подарю уже Ване. Все, у Вани 95% уложения. И у Ромы 95%. Просто отлично. Ребят, продавцы, продавцы, скотч у вас, к сожалению, нету. Надеюсь, запрещенных предметов у меня там тоже нету. Блин, я хочу прямо сейчас проверю. Нет, у меня есть здесь гребный файл. Надо бы его отсюда уточить на всякий случай. Да, так что вдруг проверка, у меня там файл. А в карцер я лезть не хочу. Оставляем файл здесь. Закрываем за собой. И все. В принципе, проверка прошла мимо нас. Окей, то есть сегодня мы не нашли гребаную кружку. Ну ладно, ребят, все равно у нас пока нету интеллекта для того, чтобы скрыть этот самый ключик. Нам еще потребуется прокачать еще целых 20 единичек. Так, ребят, сейчас у меня есть еще чуть-чуть свободного времени, чтобы прокачать себе 80 интеллекта. Сейчас у меня есть уже целых 74 единички. То есть мне остается прокачать буквально чуть-чуточку. Через полчаса у нас будет уже ужин, на который я, конечно же, пойду и сброшу там усталость. Вроде бы энергии мне пока что хватает. И, ребят, господи, у нас есть уже 80 единичек интеллекта. Просто офигенно. Сейчас остается еще чуть-чуточку. То есть 79, 80. И чуть-чуть побольше, ребят, прокачаем, пока время есть. Где-то 83 единички. Я думаю, этого будет достаточно. Ну все, ребят, у меня есть уже, в принципе, 80 интеллекта. И я могу, в принципе, уже скрать себе этот гребаный ключик. Давайте я, наверное, пойду в свою камеру и заберу те предметы, которые мне понравятся для крафта с Дамаски. Или же основу для слепка. Пойдем на тренировку. Здесь у нас трое офицеров стоят. Даже нет, трое, да. То есть пока что я ни на кого нападать не буду. Так как быть, ладно, здесь у нас в Сибири Анимана и Руслана. Эти ребята мне, в принципе, и не нужны. Мы берем в банду еще Ваню. И теперь мы, в общем, ждем еще один час, пока у нас закончится душ. И тогда уже будем ходить с моей Тимой и искать какой-нибудь офицера, который будет ходить один. Да, тогда я думаю, он смог какой-нибудь избить. В общем, я напомню то, что мы должны найти оранжевый ключик. И твою мать, почему, ребят, вы меня наругали? Я же шел вместе со всеми. Ну что ж, ребят, мне на самом деле надо отличить щит банта в душе. За это задание получу 25 баксов? Ну блин, если я сейчас устрою здесь бунт, меня и забьют, конечно же, и я появлюсь в больнице. Добежать до душа я, конечно же, не успею. И моя Тима просто разбежится, и мне придется просто еще пару часов искать их, да, вместе собирать. Лучше я пока останусь здесь, да, я уже собрал всю банду. И теперь мы ищем, вот, например, челлендж. Приказываю этим ребятам избить его. Блин, надеюсь... Ребят, надеюсь, у вас получится. Даже могу, в принципе, сам помочь. Немножко помочь. И... Твою же мать, ребят! Твою же мать! Это нужен нам ключик, по-моему! Это оранжевый ключик! С первого раза мне повезло! Господи, мне уже так давным-давно не везло в заискеписи! Вот это гребанное везение! Вот это да! Крафтим замазку, крафтим теперь слепо в ключа. Этот ключ оставляем здесь. И воруем еще форум охранника и дубинку. Господи, ребят, спасибо вам огромное! Рома, Ваня, спасибо огромное! Теперь мы, в принципе, должны отправиться в свою камеру и оставить там вот эти вот предметы. Надеюсь, там у нас офицера не будет. Да, слава богу, здесь никого нету. Просто мы сейчас берем зубную пасту. Вырубаем эту камеру, заходим сами, закрываем за собой. Так, давай, закрываем за собой. Так, в общем, эти предметы я, наверное, оставлю здесь. Так, они, по-моему, не вместятся, да? Блин, блин, блин. Ребят, у меня уже сильно много запрешенных предметов. Так, дубинка мне, по-моему, нафиг не нужна. Но, ребят, у меня есть еще одно гребанное дело. Зубной пасты у меня, к сожалению, больше нету. Так что просто... Да ладно, мы не палимся. Твою мать, у него не было зубной пасты. Блин. Блин. Ладно, заберем зубную пасту и гребень. В общем, с помощью этого гребня и одной зажигалки мы кратим себе жидкий пластик. Отлично, ребят. Этот жидкий пластик оставляем здесь. Так, блин. У меня 90% подозреваемости. И я просто тупо боюсь, блин, выходить со своей камеры. Потому что меня просто любой чувак может спалить. Чидбайн, ты хороший чувак, так что держи дубинку. Тебе надо держать дерево. И пойду-ка я сам попытаюсь сдохнуть. Да-да, сейчас надо найти любой офицер, который меня просто тупо изобьет. У меня есть еще целых 20 секунд, чтобы вернуться в свою камеру. Быстро залезть в свою нычку и скракить этот самый ключик. Ребят, когда-нибудь я успею. По-моему, я просто укладываюсь. Берем жидкий пластик, отключаем камеру, берем форму и крафтим же сам ключик. Отлично, ребят. Так, закрываем за собой. Закрывайся. Все, пока идет все идеально. Так что сейчас идем просто на перекличку. Смотрим, какие предметы здесь они продают. Не, слушайте, ребят, как раз для побега мне осталось найти только один скотч. Как раз у Руслана я его нашел. И все, ребят. То есть, получается, в следующей части мы уже сбежим отсюда. Вау, все же за три части. Прикольно. Так, по-моему, сегодня меня не проверяют. Ну, да ладно, запрещенных предметов у меня все равно нету. Так что, Ваня, держите просто курочку. И теперь ждем окончания переклички. Идем к себе в камеру. И крафтим себе плакат. И все. Все идет просто пока что замечательно. Все. Берем журнал, берем скотч. И крафтим себе гробный плакат. Все, ребят. Для побега у меня есть уже все, получается, предметы. Надеюсь, я не дальтоник и не перепутал ничего с ключом. И нам на самом деле потребуется этот оранжевый ключик. Все, в общем, плакат есть. И, ребят, этот плакат мне потребуется для того, чтобы все-таки разбить ту стенку рядом с генератором. Потому что у нас ночью двери закрывают. И чтобы мне пройти через ту дверь, которая будет рядом с генератором, мне потребуется найти фиолетовый ключик. Конечно же, еще избирать этого офицера я не хочу. Я лучше просто завтра сломаю еще одну стенку, закрою ее постером. И никакой ключик мне нафиг не потребуется. Да, то есть завтра наша задача будет заключаться в том, чтобы за весь день сломать всего лишь одну стенку. И уже ночью мы отсюда сбежим. Ну, в общем, ребят, если вам понравилась эта серия, то можете поставить лайк, позволь друзей. Ну, а с вами был Дима. И всем пока. Продолжение следует...